Добрый вечер! В эфире проекта «Один за всех». Меня зовут Дмитрий Карпачёв. У нас только правдивые истории, которые никого не оставят равнодушными. Эта трагедия, случившаяся в селе Дубовязовка Сумской области, повергла в шок всю Украину. В частном доме среди белого дня была найдена задушенной пятилетняя Сонечка Мотовиловец, одетая при этом в свой самый нарядный костюм. Выездом в следствие оперативной группы до одного из будинков СНТ Дубовязовка было установлено, что так действительно на будинке лежит малолетняя дитина без ознаков жизни. Проведено рост, судово-медичным экспертом, где установлена причина асфекции, то есть удушение. Через два дня после случившегося в милицию пришла мать Сонечки, 41-летняя Инна Малаканова. Женщина, которую в округе считали едва ли не образцовой матерью, призналась, это она задушила дочку собственными руками. По словам отца Сонечки Сергея, ничто не предвещало страшной беды. Их семья жила в полной любви и согласии. Мужчина уверяет, причины трагедии ему неизвестны. Сегодня и только в студии один за всех соберутся родственники и знакомые этой семьи. А мы узнаем, что же заставила мать задушить любимую дочь. Что думает по этому поводу отец девочки. И сколько всего детей у неродивой матери. И как сложилась их судьба. Разобраться в этой истории нам помогут наши эксперты. Народный артист Украины Владимир Горянский. Экстрасенс Алена Курилова. Судебный эксперт-психиатр Александр Дзюбан. Народная артистка Украины мама Ольга Сумская. Юрист Михаил Присяжник. И психолог Наталья Холоденко. Жители села Дубовязовка до сих пор не могут поверить в то, что случилось. Сегодня к нам в студию приехал сельский голова. Тамара Марусиченко. Здравствуйте, Тамара. Здравствуйте. Это жахливая трагедия. На ранок уже все знали и все были шокованы, так как я. И все задавали одни и те же вопросы. Как могла сделать это Инна? Яка завжди проявляла себе такою люблячою мамою. Невже ця жінка, яку ми знали з одного боку, скривала своє справжнє обличчя? Ніхто не міг подумать, що ця мама таке могла зробити. А ви хорошо знали Инну? Инна в нашем селищі проживає з 2008 року. Коли в неї виникали якісь запитання, вона завжди до мене телефонувала. Це була, вона є людина високої культури спілкування. От дійсно, вона коли дзвонить, обов'язково скаже, хто це дзвонить. Попросив вибачення. Вона так називала. Доброго дня, Тамарочка Петрівна. Тільки на російській мові. До вас телефонує Такато. Вибачте, будь ласка, поясніть мені Отакета. Ще раз вибачте. До побачення. Перед тим, вона мені телефонувала в четверчу, в п'ятницю. Вони вирішили покращити умови проживання. Вирішили підвести воду. Інна в мене мені телефонувала. Цікавилася телефоном людини, яка допоможе їм виконати цю роботу. До дитини вона відносилася. Кожний бачив. Дуже-дуже добре. Її можна було завжди побачити з дитиною. За дитином, ну як, водила його в садик постійно. Другий раз їдеш, я зустрічаю її, укутаю його шарфком, запинаюся. Навіть мене до ума не прийшло б таке, щоб вона таке йому зробилася. Нічого я не можу сказати погано за відношення до дитини. Абсолютно. Можна подумати, що на руках її носили. Соня, Сонечка. На перший взгляд вона вообще образцовує мать. В шокі були. В шокі. Коли приводила до дитячого садочка, вона обов'язково її причесе, заблите косички, резиночки зав'яже. Ну, приведе їй обдивитися, що вона вся в порядочку, тоді вона пускала її в групу. І коли приходила забирати її, якщо дитина чимось зайнята, малює, ліпить, з дітками спілкується, то вона там не забирала її так швидко. Вона завжди давала можливість дитині закінчити початку справу, потім забирала її. А, можливо, у вас була мысль, що це не вона, це ошибка? Я, можливо, і задавала собі це питання і одразу давала на нього відповідь. Ну, хто міг? І вона вже втекла з дому. Думка інша набігала, що вона вже ховається. Хорошо, але от ви охарактеризували інну як хорошу мать. А що можете сказати у Сергію? Каким він був отцом? Сергій теж був хорошим батьком для Сонів. Він дуже-дуже її любив. Він теж її завжди називав Сонічка. Коли який був момент для Сонічки щось придбати краще, коли в нього була копійка, наприклад, Сергій, крім роботи у сільськогосподарському товаристві, він міг ще шукати додаткову роботу. Він підчищав колодязі. І коли він цю копійку лишню заробить, то він старався укласти все для Сонічки. Велосипед її купив, підчистив колодязь. От я знаю, як він казав, отримаю кошти, обов'язково куплю й велосипед. Сонічка ще була маленька, два роки, вже він радів цьому. Сонічка в них пізнішенько стала говорити. Уже десь вона якесь слово сказала, вже він цьому радів. Ну, проявляв велику любовь до Сони. Ребенок был всегда чистий, опрятний, аккуратний в детському саду. Всегда был в одежде, в нормальной бантиках, причесан. Родителям всегда был тон ласковий, всегда спокойно с ребенком был. Всегда ласкательные называли Сонечка. Всегда интересовались тем, чем ребенок занимался. Что он делал, что рисовал, как себя ввел. Знаете, я по родителях, от всех мнений, и мое мнение так было, что они, знаете, в это выражение, сдували пыль с ребенком. Понимаете? Судя по всему, они были хорошими родителями. А какие у них были отношения между собой? Ті відносини, які бачила я, я скажу, что були відносини добрими между собою. Когда они начали жить вместе, они работали рядом. Вона на цигельном заводе в Сельско-господарственном товаристве. Это было далеко. От дома туди 4 километри. Он ее почти два года возил на велосипеде. Туди забирал назад. Между собою в общении они называли себя, ну, такими словами, доброзичными, ласковыми словами. Вона ему на работу часто приносила їсти. Он ей перезвонит, принеси мне чаю, и она принесет ему и поїсти. И он до ней относился по-доброму. Если там у каждой семьи десь бывают какие-то такие сварки, чтобы их не видеть, то этого я не могу сказать. А когда в общении, что они слышали и видели все, они называли и обратились один до одного так, как нужно. Ну получается образцово-показательная семья. Вы сказали, что Инна появилась в вашем селе в 2008 году. При каких обстоятельствах она приехала жить в ваше село? А Сергей, он из вашего села? Сергей и Инна, они жили в отдельном доме? Окремый дом они купили в Добоязевске в прошлом году. Инна проживала на час убийства в Добоязевске. Сергей и в Гамаліївске, и в Добоязевске. Потому что Сергей працював в сельско-господарском товаристве то в ранок Гамаліївка. И когда там ночевал, когда приезжал сюда. В Гамаліївке у Сергея просто было место, где он мог переночевать? Да. То уже можно и не назвать таким настоящим будинком. То уже он место для ночевлений и ведения, еще он там ввел домашнее господарство. Что вы знаете об обстоятельствах, при которых погибла Соня? Вона Инна. Завжди, когда Соня не идет до детского садочка, то она завжди поведомляла вихователей про то, что Соня в детском садочку не будет. Хоч просто не будет, хоть говорила по какой причине. И в понеделок вона о 7.50 перезвонила вихователю и сказала, что Сонечки сьогодні в детском садочку не будет. Вот это в понеделок. На второй день у второго года, когда уже произошла это жахливая трагедия, это убийство, она перезвонила о 8.10 хвилин, тоже до детского садочка, до другой виховательки и сказала, что Сонечки сьогодні в детском садочку не будет, потому что она захворила. Вихователька ей побажала швидшего одужения, сказала, что будет свято в детском садочку, швидше выздоравливайте и приходьте в детский садочку. А вот на тот момент, когда был второй звонок, ребенок уже был мертв? Детина уже была мертва. По версии милиции, в котором часу произошло убийство? Меж 4-5 годинами. Утро. Так. Сонечки не было в детском саду, мама позвонила в детский сад, сказала, что Сонечка заболела, не придет в детский сад. И никто не придал этому значения, все было спокойно, как всегда. А потом уже вечером папа позвонил мне домой, где-то в пределах 7 часов вечера, спросил, была ли Соня в детском саду. Сказала, что нет, потому что мама сказала, что заболела. А потом уже председатель сельского совета позвонила в 11 часов вечера, говорит, что у нас горе случилось. И так и так Соня мертва. Пришел папа, открыли дверь, а там Соня лежит мертвая. Скажите, а вот мы в интервью слышали, что в детский сад позвонил папа и поинтересовался, был ли ребенок в детском саду. Почему так? Где был отец в это время? Батько был на работе в той день и ехал до дома, сюда, до семьи, до своей. Он ехал за Малиевкой, там, где он працювал. Хорошо, а почему он вечером позвонил в детский сад? Почему он не позвонил жене, не пришел домой, не узнал у жены? В ней не включенный телефон был. Він с ней спілкувался после того, как она получила деньги. Она поехала и в 8.07 године сняла деньги из Сергеевы и карточки. После того, как она еще с ним общалась, никаких признаков того, что что-то случилось, она тоже не выявила. А тогда уже в ней был вымкненный телефон. Мне милиция сказала, что Инна оставила лист. Что было написано в этом письме? Она как-то объяснила, каким образом отсутствие денег связано с убийством любимого ребенка. Ну, там, я так зрозумела, что там не было так написано, ну, хиба ж можно убить дитину від того, що там немає грошей. И гроши вранці же были, и гроши. Когда мы пришли с работниками милиції, то біля будинку уже ж теж были работники милиції. Был Сергей, были Таня и Сергей, их друзи. И я спросила, что вы знаете, как это произошло? Мне рассказала Таня. Таня говорит, так как она мне говорила, что приезжает к Инне, на дверях замок. Она говорит, что я вернулася и еду назад, не знаю уже, чем до Сергея. Я встретилась с Сергеем. Приехали, открыли хату и увидели бездыханное тело сонечка. Хорошо. Татьяна, мудрая подруга Инны сегодня приехала к нам в студию. Я хотел бы, чтобы она пришла, и мы продолжили этот разговор. Здравствуйте. Здравствуйте. Присаживайтесь. Скажите, как вы попали в этот дом? Дело в том, что мне позвонили с банка, представители банка по телефону, и спросила, вы знаете молоко новую Инну? Говорю, да, знаю. Она взяла у нас кредит, и она должна погасить уже проценты. Там пошли, по-моему, около 700 гривен она должна была погасить. Но мы не можем до нее дозвониться. Я говорю, так, а почему ко мне звоните? А там этот же сотрудник ответил, что она поставила вас поручителем. Вы об этом знали? Я говорю, нет, я не знала этого. Я говорю, ну я постараюсь это выяснить. Бумаг я никаких не подписывала. Я в банк не ездила. Вместе с ней у меня ни паспорта, ни код, она не знает. Она знает только мой номер телефона, потому что мы общались чисто по телефону. Если ей выдали кредит и вписали поручителям просто с ее слов, это значит, что кто-то у нее есть на стороне, кто-то есть в банке. Это своего рода схема. После этого звонка я пыталась позвонить Ине на телефон, но мобильный был отключен, и я не смогла с ней пообщаться. После работы я решила сама к ней съездить и узнать, в чем причина, и почему она мне поручителем поставила, какие кредиты, куда она влезла. Это был вторник? Да, это был вторник. Ну, после пяти вечера я взяла свою дочь, и мы на велосипеде поехали к Ине домой. Когда мы с моей дочерью Кариной приехали туда, в дверях дома, сел на весутной замок. Ну, замок и замок, я развернулась и поехала назад, думаю, ну, позже, может, перезвоню там или приеду. Когда я возвращалась домой, на перекрестке, я увидела ее мужа Сергея, который ехал в это время с работы, и держал буханку хлеба в руках, и спросил он у меня, ты, Атына? Я говорю, да, Атына. Я говорю, почему она на телефон не отвечает? Я ей звоню-звоню, она не отвечает на телефон. Говорю, понятия не имею, мне на телефон уже не отвечает. На дверях замок, ее дома нету. Он, как нет дома? А ну, поехали, мы посмотрим. Ну, когда зашли во двор, опять же, смотрим, замок как висел, он так посмотрел, по двору, нигде никого нет. А скажите, у него что, не было ключей от собственного дома? Ну, ключи наставил в своем том доме в Гамалиевке, в селе. Он был уверен, что она дома с ребенком, все как положено. Потому что он говорит, я ее предупредил, что вечером я буду, хлеб привезу. Ну, говорю, ну, давай в садик проедем. Может, после садика зашла в магазин, ребенку мороженое купить или, ну, мало ли, с кем-то там остановилась. Он на своем велосипеде, я на своем. Поехали в садик. Оказалось, что все двери закрыты. Ребенка нигде нет. Мы начали уже волноваться, где же она могла деться. Начали прокручивать дальше, там, говорю, ну, а с кем она могла там общаться, куда она могла пойти в такое время. Он говорит, да кто его знает. Говорю, может, вы поссорились. Да нет, все нормально было. Ну, нормально, нормально. Потом он вспомнил, говорит, она мне, когда утром звонила, после, сначала пришла ему смс-ка, что она в конотопе сняла деньги с его карточки. Я, говорит, ей перезвонил, начал расспрашивать, где ты находишься. Она говорит, я поехала в поликлинику к врачу. Я была в Дубовязовской поликлинике у врача. И врач мне направил на конотоп. Я говорю, какая причина, говорю, что с ней случилось? Ну, она сказала, что у нее нога там распухла, она плохо ходит, нога сильно болит, и поэтому ее отправили в конотоп. Поэтому я сняла у тебя деньги, я иду в больницу. Все, я говорю, ну, не знаю, дальше что. Ну, придется ехать ко мне домой, в Амалиевку, взять ключи. После этого поехали мы за ключами. Ну, потом мы вернулись назад, опять же, в Дубовязовку. Сколько уже было времени? Ну, приблизительно, наверное, около восьми вечера. Около восьми вечера? Да. Открыли, ну, зашли во двор же, он открыл замок своими ключами. У нас есть интервью, где вы рассказываете об этом непосредственно на месте происшествия. Давайте посмотрим. После этого мы прошли в дом, посмотреть, собирала ли она вещи, может, она куда-то уехала, если детские вещи. Ну, была тишина в доме, сюда двери были открыты, значит, туда, и Сергей сразу прошел на кухню. На столе лежала тетрадка, и там, наверное, 3-4 листика была исписана, типа предсмертной записки. Случайно зацепила занавески. Занавески были плотно закрыты. Сейчас они открыты, тогда они были вот так вот плотненько закрыты. Я зацепила штору и увидела, что на кровати лежит, ой, господи, лежит ребенок. Сонечка лежала уже одетая, костюмчик, и вроде как спала. У нее была спокойная поза, как у спящего нормального ребенка. Она ручки вдоль тела, держала в руке какую-то игрушку. Ну, была одета в чистом какой-то, она обычно в садик ходит, костюмчик, там туфельки, все на ней было одето. После этого я выскочила на улицу, позвала Сергея, я говорю, иди сюда, Сонечка здесь. Я говорю, проверь, может она без сознания, может она как-то то ли искусственное дыхание сделать, то ли как-то ее откачать. Когда он к ней подбежал, начал ее тормошить, закричал, что она уже, она не дышит, она уже холодная. Он стал вызывать милицию, я стала вызывать скорую с мобильного телефона. Скорая приехала быстро, когда зашла в фельдшер, она пришла к ребенку и сказала, что ребенок задушен, и задушен уже очень давно, мы уже пошли по телу трупные пятна. Я, когда ребенка увидела, я все-таки надеялась, что она, она, ну она еще жива. У меня просто, я вошла в ступор, я не могла переступить порог этой спальни, я просто, ну, как, закричала, что Сергей, иди сюда, твой ребенок, ну, Сонечка здесь. Я сама, я не знала, что мне делать, я просто была шокована этим всем. Насколько я Инну знала, она, она за нее трусилась, это была как-то, не как мама, она была хорошая. Она никогда ее так не поднимала на нее руку, она всегда так вот ее как-то вот воспитывала, что Сонечка так нельзя, Сонечка так, вот надо вот так вот, вот так, Сонечка, пойди поиграй там. Ну, как-то вот воспитывала ее, никогда не называла там Сонька там или дочка, вот только Соня, Сонечка, доченька, вот как-то ласковыми такими вот словами. А что было написано в письме, которое оставила Инна? Сначала она его там грязью обливала, рассказывала, что это все из-за тебя, ты такой-сякой, значит, ты довел меня до такого состояния уже критического. Сонечка умрет от моей руки, от нехватки воздуха. А потом она написала, значит, за себя, что я покончу с собой, но тут все трухлое. Опять же, Сергей виноват, что это все трухлое. Меня тут, мол, если я повешусь, меня она не выдержит. Поэтому я куплю таблеток и отравлюсь. Я вот сижу, сижу, думаю, постоянно мне хочется задать один вопрос. Куда можно было нестись после убийства дочери? Она же поехала в банк, сняла гроши, Сергееви гроши, передзвонила в детский садок, и сама, где уже она ходила, место находления ей было неведомо. То есть она отключила телефон и пропала? Так. Ну, она остановилась в соседнем сконотопе, в городе Ромни. Каким образом милиция вышла на ее след? Говорят, что она сама подошла к админбудинку милиции и зателефонировала, что я такая-то убила дитину и находлюсь в биле этого помещения. У нас есть видеозадержание. Давайте посмотрим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Скажите, пожалуйста, вы рассказали о Коенном? Да, я очень рассказала. Шок, конечно. Я ощущаю женщину с жестко-железными нервами. Ребенку сколько лет? Пять. В пять лет ребенок задает вопрос. Мама, мы куда-то идем. Мама, ну, то есть она же не стоит как памятник, пока ее одевают, да, в доме, в какой-то нарядный костюм. То есть ребенок начинает задавать вопросы. Хладнокровно на эти вопросы надо ответить. Многие маньяки своих жертв наряжают. Это, кстати, вообще поступок маньяка. Если посмотреть динамику их отношений, но произошло ли какое-то ухудшение за последнее время? Или стала ли она о нем говорить не так, как говорила раньше? Действительно, когда они жили вместе в Гамалиевке, у них отношения были более-менее ровные, такие вот, скажем так. В последнее время уже, ну, не знаю, наверное, да вот, наверное, с полгода так оно и шло уже, что она начала о Сергея отзываться не очень хорошо, скажем так. Что она о нем говорила? Какой он был для нее? Ну, в последнее время она сказала, что я его не люблю, он мне не надоел, и когда-то даже произнесла фразу, что я его ненавижу. Когда был у нас по силу призыв в зону АТО, раздавали всем повестки, ну, мужчинам определенного возраста, и повестка досталась ее мужу Сергею. Она радовалась, что ему дали повестку. И она мне как-то вот проболталась, говорит, дай бог, чтобы его забрали, и чтобы он оттуда не вернулся. Да, могу сказать, что и питание там слабое было, и она постоянно жаловалась, что денег нет, что ребенка не во что одеть, что мне самой одеваться там не во что. То есть она постоянно жаловалась? Она была зациклена на том, что нехватка денег у нее. А ребенок же ходил в садик, а чего же она дома сидела? Чего же, если ей нужны деньги, она не работала? Я у нее спрашивала, говорю, если тебе не хватает, говорю, иди на работу. Но я не могу бросить дом, я не могу бросить ребенка. Какой дом? Ребенок в садике. Хозяйства нет. Но деньги нужны, если человеку нужны деньги. Человек идет с деньги зарабатывать. Я правильно понимаю? Вот я почему о деньгах говорю? Потому что вот у меня здесь есть письмо, которое оставила Инна. И, ну, здесь все о деньгах. Содержание этого письма следующее. Я, Малаканова Инна Александровна, проживающая по такому-то адресу, уплатила деньги за куплю дома в размере 15 тысяч такому-то человеку, уплатила дальше имя, фамилия еще одного человека, кому она заплатила деньги за дом. При этом присутствовали такие-то люди. На второй странице написано, а еще оставляю тебе подарочки на память. Банк такой-то кредит 7 тысяч гривен, банк такой-то кредит 3 тысячи гривен, Нина Андреевна 600 гривен и одна банка трехлитровая. Такое ощущение вот по письму, что у них были конфликты на почве денег. По факту она ему пишет о том, что вот я долги отдала, тебе подарочек. То есть это такое месть, ну, реально письмо мести. Тебе подарочек. И даже человек в письме, в котором он пишет перед тем, как убить своего ребенка, вспоминает, что она кому-то должна трехлитровую банку. Ну, вы понимаете, что это, в принципе, эгоизм в наивысшей степени, такой нарциссизм даже, когда она заботится о всех, кому она уплатила, когда она заботится о своем лице, типа, после смерти, что она никому ничего не должна, она чистый человек, и что муж в этом виноват, вот самое главное, чтобы он был виноват. Это, понимаете, это продуманное планомерное убийство. Надо написать письмо, надо убить ребенка и до того, или после того его одеть, обложить игрушками и в руку тыкнуть игрушку. Потому что я не думаю, что когда она душила ребенка, она держала в руках игрушку. Ну, это вряд ли. То есть, и, соответственно, уйти и не забыть закрыть дверь на замок, чтобы все равно из дома что-то ценное не вынесли. То есть, это реально, ну, очень такие типичные поступки человека, для которого самое главное, это я, для которого, ну, она сама, да. Факты следующие. 10 тысяч. Порядка 10 тысяч гривен кредита. Куда могли пойти эти деньги, если вот в доме вы их не видели? Ну, я про это же не знала, что у нее такая сумма. Она мне не призналась. Ну, вот теперь знаете, есть какие-то мысли, догадки? Может быть, вы что-то замечали, какие-то ее связи на стороне? Может быть, был какой-то тайный воздыхатель? Нет, вряд ли. Может быть, есть какой-то человек, который инициировал этот страшный поступок? Не можем дать вид поведения. Ну, версии какие-то есть? Немали. Возникает такой вопрос. Что за демон съедает эти деньги? Что это за отдельные страсти? Она что, алкоголичка, наркоманка или игроманка? Кто она? Когда вот это вот все произошло, я позвонила на скорую, но так и не поняла, скорая приедет или нет. Я побежала к соседке напротив нас. И говорю, вызовите бегом скорую. Она, что случилось? Ну, я ей начала так вкратце рассказывать, потому что сама в истерике. Она мне говорит, ты знаешь, Инна мне тоже денег должна. И она, по-моему, игроманка. Вот это вот меня сразу зацепило. Думаю, может, туда эти кредиты... Ну, мы бы про кредиты тогда еще не знали. Это уже когда милиция приехала, начали разбираться там. До шести утра все это длилось. И тогда мы обнаружили эти бумаги. Потом... А что, на территории вашего поселка есть казино или автомат? Нет, нет. Ну, типа, какие-то... Милиция нашла какие-то коробки. Ну, коробки пустые. Ну, присылали с какого-то... То ли почтового клуба, то ли какие-то... Ну, в стиле вы выиграли миллион, только надо заплатить десять тысяч. Да, да, да. Вот типа такого, да. Вот где письма какие-то... Ну, это понятно. Но при чем здесь ребенок? Почему нужно было? Я сама даже не могу понять. Отсюда снова вопрос по субъективной стороне. Мотив и вина. В чем мотив? Может быть, ему стало известно уже масштаб бедствия по поводу финансов, в какой она долговой яме. Ему это открылось. И он, возможно, ей сказал, решай это все сама. А в каком-то таком вот кризисном состоянии женщина может на такое пойти. То есть она психанула, и не хочешь решать мои проблемы, если она любила только себя, допустим. В общем, мы говорим о ней в прошедшем времени, любят только себя. Так и начала бы с себя. Она могла убить ребенка. Но тогда мотив ее – это месть ему за то, что он не захотел решать ее финансовые проблемы. А потом она написала, значит, за себя, что я заберу у тебя самое дорогое, что у тебя есть. Выходит, значит, что она ревновала его к своей дочери, что он любил дочь больше, чем ее. Вы знаете, когда я с ней общалась, у нее такие вот мысли, как, не то, что мысли, она высказывала такие мысли мне, типа того, что я Сонечке, мол, только не покупаю, как я к ней хорошо не отношусь, она все равно любит папу. Говорю, ну разве это плохо, если ребенок любит папу? Наоборот, это хорошо. Поэтому можно только порадоваться. Папина дочь, на самом деле. Ну я тоже так считаю. Почему у нее такая ревность, я не понимаю. Мы понимаем из письма, что она хотела у мужа отобрать самое дорогое, что у него есть. Так при этом она отвергает то, что для нее тоже эта дочка самая дорогая. То есть я не могу этого понять. То есть она не любила дочку. Хотя детский садик говорит и подтверждает, что она в ней души нечаялой очень сложно. Но планировать за пять лет вперед в селе вот такой какой-то акт, я не знаю, какую-то казнь ритуальную. Понимаете, тут как бы мы возвращаемся к мотиву. Почему она это сделала? А мне интересно, почему она свою родную кровную дочь называет у тебя самое твое дорогое. Она ее даже как мать себе своим самым дорогим не позиционирует. Знаете, как однажды мой друг, ну такой из серии бизнесменов, он однажды пошутил. Клянусь самым дорогим всем, что у меня есть. Клянусь всеми своими деньгами. Так вот я хочу сказать, это была шутка бизнесмена. Но вот эта шутка, это все нутро этой Инны. Самое дорогое, что у меня есть, это деньги. А твое дорогое, это твоя дочка, которая зачем-то тебя больше, чем меня любила. Она очень злая. Есть такие люди, вот как она. Она знает. Это довольно распространено. Самое дорогое, что было у Сережи. Ну все мы знаем, это было дорогое самое дочь. Как сделать больнее всего Сережи? Забрать у него дочь. Точка, вот вам вся и мотивация, и все, что хотите. Ни деньги, ничего. Вот этот человек был настолько эгоистичен, настолько, ну я не хочу других терминов говорить. Вот она ударила, есть такие люди, в самое больное место. Меня интересует, она появилась в 2008 году у вас в селении. Вот до 2008 года, где она была, была ли у нее до этого семья, то есть человек до 32 лет как-то жил. Дело в том, что мы познакомились с ней, когда появилась Сонечка. До этого я ее не знала. А кто-нибудь знает, откуда она взялась? Может, извините, у нее была где-то другая жизнь. Вообще она откуда появилась? И родственники есть какие-то? Родственники? Ну, откуда она взялась? Из всего вот этого вот периода, ну если Соне 5 лет, получается, что мы около 5 лет только общаемся. Я узнала от нее, что у нее есть папа и мама, что мама болеет, папа вообще там, по-моему, инвалид. Сама она с Харьковской области, где-то под Купинском. Что она училась в Харьковском институте, в педагогическом. Проучилась несколько курсов, не знаю точно сколько, она не уточняла, но говорила, что у меня незаконченное высшее. Она этим немножко как хвасталась. И вроде бы как украинская мова, вроде бы. А семья у нее до этого была? За семью, значит, как она мне рассказывала, был у нее муж. Был муж, она жена-заочница, скажем так. Познакомилась по переписке с заключенным в тюрьме. Переписывались, не знаю, кто ей адрес тот дал, как она там его нашла. В этой подробности она не вдавалась. Она отвечала на вопросы только те, которые ее устраивали или на которые она хотела ответить. Она когда рассказывала за своих родителей, она сказала, что мама у нее тиран. А я по своей натуре, я бунтарь. Это ее слова. Я говорю, чем тебя мама не устраивает? Я знаю как маму по тому, как ее родители относились к ее ребенку. Они постоянно ей подарки высылали, постоянно деньгами поддерживали. Говорю, чем тебя мама не устраивает? Она говорит, мама довела меня до того, что у меня теперь такая фигура. Мама виновата в том, что у меня жизнь не сложилась. Она говорит, давай закроем эту тему. Все. Ну, закроем и закроем. То есть такая степень эгоизма высокая, да, у нее? Что ей все должны, что все должно быть на высшем уровне, что у нее неоконченное высшее. Ну, претензиозная дама, однозначно. Ну, была за нее такая немножко странность, или не знаю, как это правильно высказаться. Когда я к ней приходила в гости со своей дочерью, она была всегда замкнута на все засовы, на все замки, крючки. Вот я прихожу, я ей звоню. Я уже у тебя, допустим, под двором. Она выходила, открывала мне двери. После этого мы порог переступаем. Она, опять же, следом все эти замочки, крючочки, она все это закрывала. Вы не спрашивали, почему она так себя ведет? Спрашивала. И что она вам отвечала? Она, в чем, говорю, проблема? Говорю, ты кого-то боишься? Она говорит, нет, просто я не хочу, чтобы кто-то посторонний зашел. Вот у нас соседи такие, что мы вот без стука, без приглашения зайти в дом. Вот этим она мотивировала. А это у вас так принято в селе вот входить без стука? Ну, да, наверное. Да? Ну, если соседи там... Ты влечись до кого? Жалюзи всегда тоже были закрыты плотно. Она никогда их не открывала, ни днем, ни ночью. Они все время были закрыты. Судя по тому, что она человек обидчивый и вспыльчивый, как я понимаю, да, она легко ранима. И она вот и в доме закрывалась, чтобы ее никто нигде там не оценивал. Как-то не так. Она выходила в свет только в правильном виде, чтобы все сказали, какая Инна молодец. И с незаконченным высшим образованием. И ребенок всегда аккуратненький. То есть это игра на публику, понимаете? Я как экстрасенс, как человек, понимающий, вот читающий мысли. Вот вы рассказываете, а я пытаюсь попасть в эту ситуацию. Я вам рассказываю. Вот эти замки и засовы была та часть жизни, в которую она никого не пускала. Это дом, ее душа, мой дом, моя крепость. Я думаю, меня психологи поддержат в этом, потому что ее дом был ее крепостью, и она сразу засовывала на засовчик. То есть я вас пустила вот так в свою жизнь, но это ваша территория. Все остальное смотреть нельзя. Я хоть и не экстрасенс, но у меня какое-то вот закрадывается чувство истории до 2008 года. Вы понимаете, ничего просто так не бывает. И тем более до этого вы подруга, и вы по сути ничего о ней не знаете. Но не может быть такой поступок, сделанный в сознании, нормальная вроде семья, и чтобы за этим до 2008 года чего-то не стояло. Что-то там было, что-то она скрывает. Существует животный инстинкт сохранения себя и своего потомства. На уровне кошки, которая убьет всех за своего котеночка. Почему женщина превратилась в монстра, и почему ненависть? Это убила не она, это убила ее ненависть ребенка. Там письмо, сплошная тирада матов, ненавидящая всех и вся, весь мир. Я не знаю, как можно было так удачно скрываться. И где взялась вот эта вот желчь, где взялся вот этот яд в организме. Но мне кажется, в этом надо разбираться. Муж Инны, отец Сонечки, уверяет, он понятия не имеет, в чем причина этой страшной трагедии. И сегодня мужчина приехал к нам для того, чтобы разобраться в этом. Сергей Матавиловец. Здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Примите мои соболезнования. Присаживайтесь, пожалуйста. Сколько лет вы прожили вместе? Ну, пять ребенку больше шести лет. Скажите, вот вы, по сути, наверное, знаете лучше всех тех, кто присутствует в этом зале. Какой была Инна? Доброй, отзывчивой, как хозяйка ее упрекнуть. Я не мог ни в чем. Я ее любил как человека. Могу сказать только одно, что она этим поступком вырвала у меня полностью сердце. О чем я говорил? Здравствуй, доченька моя маленькая. Ну, что самое интересное, это даже больно вспомнить, я вам честное слово скажу. Папа, привет, привет. Как дела, Сонечка? Нормально. Что ты делаешь? Или рисую, или телевизор смотрю, или с мамой играю, или кушаю. Ну, что делать, то ребенок и рассказывает. Всегда. А потом, заяц, ты меня слышишь? Я слышу, слышу. Ну, заяц, погоди. Все, папа, пока. По сути, Сергей, вот эта женщина, Инна, ваша жена, убила свое счастье. Это не свое счастье. Это мое счастье убило. Сознательно. Вы любили ее. У вас дочь общая. Она уничтожила все. Она меня растоптала. Ради чего, скажите? Не, не ради чего, а почему. Почему? Почему это произошло? Как вы считаете? У меня ответа на этот вопрос нет. Ну, естественно, были у нас скандалы. Ей всегда не хватало. Я до 30 тысяч в год зарабатываю. У меня одна из самых больших зарплат в колхозе. Плюс я чистил колодцы. Это колодец 400 рублей. Я их за лето чистил до 50 штук бывало. Понимаете, что это такое? На глубине и все. Тамара Петровна, я вру. Не. Это человек, он действительно и у нас дома чистый в колодеце. Но это человек, ну действительно, тут он не отнять. Специалист по чистке колодеце, это очень хороший. Куда девались деньги? Ей отдавались. То есть все, что вы зарабатывали, вы отдавали жене? Ну как все? Ну я сотеньку зарплаты мог припрятать. В целом, всю зарплату вы отдавали жене. Там за исключением каких-то небольших сумм. Ну да. И ей все было мало. А однажды она связалась с книжным клубом. Начался какой-то лохотрон. Понимаете, вот положи 50 рублей, получишь 100 рублей. Положи 100 рублей, получишь 700 рублей. Вот такое вот. Она платила там по 500, по 700 рублей, по 400 рублей. Куда платила? Это я уже нашел бумажки, не знаю. Она уже на Фрунзе, по адресу Фрунзе все приходило. Понимаете, вот в чем вопрос. А я-то днем на работе, а почта-то днем приходит. Я-то не роюсь в ее вещах, подноготник. Потом еще какая-то телеграмма пришла. Срочно укажите банк. 80 тысяч, что-то такое вот, получите. Только нужно что-то там уплатить. Ну, тогда я категорически, категорически запретил играть в эти игры. Абсолютно. А как она на это отреагировала? Очень эмоционально. Мы очень сильно поругались с ней. Типа, я зарабатывать буду денег. Нет, говорю, ты не заработаешь на этом денег, у тебя денег никогда не будет здесь. Потому что это лохотрон. Испортились ли у вас после этого отношения? Да. Когда вы поняли, что у вас уже другие отношения, что с Инной происходит что-то не то? С января месяца. С января месяца? Да. После того, как часто вы стали ссориться, какой она стала? Мы практически, я вам скажу так, мы перестали ссориться вообще, потому что мне надоедал ее бред, и я практически перешел жить обратно в Гамалиевку. А что за бред, Сережа? Какой бред? Ну, бред сумасшедшего. Ты меня доводишь, ты меня изводишь, ты меня кто, ты меня... А в чем она упрекала? Потому что ей надо денег. Она, езжай на Киев, люди уехали на Киев, там Виталя приехал с Москвы, привез деньги, а ты вот не можешь. Ну, я говорю, уже не брошу все это, ну что ты, ну как? Езжай на Киев, там люди... Думаю, что у нее очень большой долг уже был к тому времени, о котором вы просто не знали. Долг был большой по вот этим играм ее. Поэтому она вас пыталась все время дрючить за деньги, а вы, ну, вы не могли этого знать. И вот, наконец-то, тот мотив, о котором ты говорил, да, Миша? Да, мотив деньги. Просто тогда, когда Сергей запретил ей играть, она поняла для себя, что все, к нему она не может обратиться. Но это не его вина в данном случае. И когда она поняла, что все, гоплык, ничего не будет, она решила его наказать. Вот и мотив. Посчитав его виновным в том, что она не смогла выиграть в лотерею. Сережа, а скажите, пожалуйста, она обвиняла вас в том, что ребенок вас любит больше? Или что вы ребенка любите больше, чем ее, чем Инну? Ну, что я больше внимания уделяю ребенку, чем ей, это да. Что именно она вам говорила по этому поводу? Сонька к тебе ломится, и у тебя остается переночевать, а меня она не слушает. Ты сказал, она меня не слушает, типа. И все, а мне вот то надо. Вот сарай не построен, она начинает упрекать. Сарай-то, говорю, построим. Скажите, вот, а какие у вас были отношения с дочерью? Почему она вас ревновала к собственному ребенку? Почему она считала, что вы дочь любите больше, чем ее? Как это проявлялось, ваши отношения? Наверное, больше того, что дочь, наверное, больше любила меня, чем ее, вот в этом плане. Больше, наверное, так она считала. Почему так? Я с ней играю, я тихо. Мама, не кричи на меня, плачет. Иди сюда, доченька, я ее успокою. Она, я ее слово плачет. Говорю, что ты на ребенка орешь? Да что воспитывать надо? Ну, такое вот у нее. Ну, это не постоянно, но это чисто какие-то такие вот порывы на нее были. Мгновение какое-то там. Может, минута-две, потом она все нормально. То есть она была ситуативно-агрессивна? Порывы гнева, да? Порывы гнева были у нее, да? Да, такие, ну, буквально, ну, вот, наирала секунду там. И все, и оно прошло. А скажите, Сергей, ваша жена била дочь? Нет. Нет? То есть исключено. Или вы не знаете об этом? Дочь бы мне об этом сказала. Она боялась, скорее всего, бить дочь, потому что знала, как Сергей отреагирует. Ударить она ее не могла. Нет. Но она проявляла какую-то холодность по отношению к дочери? Я бы не сказал такого. Ну, вы считаете, что она дочь любила? Ну, по всем поведениям, да. Ну, понимаете, опять-таки, тут трудно оценивать, потому что, исходя из того, что мы взяли за основу нормы, нормы в отношениях этих людей, трудно судить, что такое любила. То есть любила, завязывала бантики, но срывалась при этом на нее, могла накричать. Мы о многом здесь поговорили, мы теряемся о том, что произошло в этот день, почему это случилось. У вас, судя по всему, тоже нет ответа на этот вопрос. Но у нас есть эксклюзивное интервью допроса Инны. И давайте сейчас его посмотрим. Возможно, оно нам что-то прояснит. Инна Александровна, расскажите, пожалуйста, про обставины убийства вашей дитини, малолетней. Произгон до того, где поводинка моего гражданского человека находилась Сергея Витальевича. Я хотела решить жизнь и себя, и Сонечку. В ночь, 6-7-го, целую ночь были дома? Да, мы были дома. Еле-то часа в 3 встала ночью, все еще спала. Употребляли что-то? Нет, употребляла ничего. Трязвая? Да, трязвая. Не встала, просто проснулась, не спалась. Такое настроение какое-то было. На душе тяжело. Когда вы решили, скажете убийство вашей дитини? Да. Туда после пяти, как туман у меня накатило. Потом пошла к сорту. В котрой године? Около 6-ти часов утра. Быстро нацарапала записку. Пошла в кульмату к Сонечке. Перекрыла я доступ воздуха руками. И каким чином? Ну, всякие руки. Одной рукой, двумя руками. Двумя руками. Двумя руками. Потом... Да ты нас сопротивлялась? Да, сопротивлялась. Ножками дерлась, сопротивлялась. Потом решила, что пора мне уже. Пошла в сарай. Подерла там доски нетрухлявые. Двумя руками. Двумя руками. Я решила снять с этой карточки, чтобы она что-то поспахла. Готовилась. Гроши. Диана Карточка кому належит? Кто был этим? Человеку моему гражданскому. Сергею Витальевичу. Витальевичу, да. Поехала в Канатоп, кому-то приснила какие-нибудь. Купила там всяких таблеток, безбалюющих. В котрой године вы поехали в Канатоп? Это все сделала. Что вы сделали? Соня. Что Соня? Ну, била дочь. Поехала на автостанцию. Куда попала, взяла берег на раму. Приехала в раму. Спросила, улетели рынок. На рынке, обычно, объявление все это, издача жилья. Решила снять комнату, на пицца таблеток. Решила снять комнату, на пицца таблеток, на пицца таблеток. В общем, покончите за мной все это. Еще Дарик. Дарик. Дарик, напала себе таблеток. А мы поможем. То есть, она хотела комфортно умереть. Напиться на лавочке нельзя, да? Все, думаю, Петра. Разве не доходят. Господи, еще и сделала. Шок, конечно. Поражает все, от первого до последнего слова это видео. Поразительно то, что решила снять комнату, чтобы напиться таблеток. И взяла каких-то таблеток? А обезболивающих, понимаете? Чтобы не больно. А на лавке что, слабо было напиться таблеток? На базаре, да? Надо комнату снимать, понимаете? Для суицида. Так она еще нашла в себе силы поехать за таблетками. И снять деньги после убийства. Ужас. Вы только что впервые увидели свою жену после случившегося. Ну да. Как вам то, что вы? Я бы сейчас на куски разорвал бы. Вот у меня такое вот ощущение. Вот, честно говоря, при самом зале. И рука не дрогнула бы. А сколько ей лет, Инне? С 73-го года. 41, получается, так же? 41. Скажите, а она никому ничего не говорила о том, что у нее еще когда-то были дети? Вона роков два назад говорила, что у нее есть сын. Он проживает у мамы. Она его не может сейчас забрать до себя сюда, потому что Сонечка еще маленькая. Если Сонечка подрастет, то она его заберет до себя и будет тут разом с Сонечкой. И эта дитина ростит и выхождает. А сколько лет сына? Начнем с того, что я знал, что у нее есть сын. Когда вы узнали о том, что у вашей жены есть еще один ребенок? Да практически, ну, может, через неделю после того, как встречались. То есть она это не скрывала? А как она могла скрыть, если в паспорте записано? Дело в том, что у меня еще есть сын Саша. Понимаете? Саша сын у меня находится в России от первого брака. Спросил у Инны, где же Саша. Она мне просто объяснила. Он находится у бабушки. Она спрашивает, как дела, как Сашенька. Она о своем внуке спрашивала. А я отвечал, о своем. Это бабушка у него спрашивала. Это бабушка. Бабушка по телефону спрашивает, как Саша. Она об одном Саше спрашивает. Я ей отвечаю о другом Саше. То есть вы думали, что первый сын Саша находится в Харьковской области, а она, бабушка, думала, что этот Саша находится с вами в этой семье. Возникает вопрос, куда мама делала сыночка? Я не знаю, где он есть. Я не могу определить, где он есть, потому что это темный лес. У нас возник скандал. Она мне просто объяснила. У меня ребенок был. Я его забрала, когда уходила от мамы. Говорю, почему так? Потому что я поздорила с мамой. Я забрала своего ребенка. Я подошла к детскому приюту. Поставила перед дверью. Постучала, услышала шаги. Это ее ответ стопроцентный. Развернулась и ушла. То есть вы с ней поссорились на эту тему? Естественно. Но почему его не искали? Я ей сказал, ищи. Она там начала писать куда-то, что-то писать. Ну, говорит, ответы туда-сюда так замяли, типа, не знаю. Потому что она мне так объяснила. Ребенка приняли без имени. А сколько ему было лет, когда она его оставила? Ну, судя с ее словом, это годика где-то три было ребенку. Сергей, ну тоже маловероятно. Ребенок в три года знает, как его зовут. Ну, часто даже знает, как зовут маму, папу. Да и в принципе, ребенка оставить под дверями приюта в три года, ну, очень сложно уйти. Он же будет кричать «мама, мама» и бежать за ней. Подождите, а вот вы ведь у нее спрашивали, почему ты это сделала? Она мне объяснила. Мне некуда было идти с ребенком. Мне не на что было его кормить. Вот. И мне не было просто выбора. Ребенок был полтора года у родителей. Она с первые полтора года жила с ребенком. Жила у родителей, а потом? Вторые полтора года ребенок находился у родителей, действительно, у мамы. У мамы находился. Это действительно так. А она где была? Она в Полтаве с Малакановым жила вот этим. То есть она бросила ребенка своим родителям. Она не была матерью, в принципе, этому мальчику. Когда она поссорилась с родителями, она взяла как котенка этого ребенка на зло родителям, которые его любят. Понимаете, в чем вопрос? Она понесла его непонятно куда, мы не знаем, куда дело. Может, она его утопила, может, она его в детдоме оставила. Я не отрицаю никаких вещей. Но факт, вы понимаете, что это поступок типичный. То есть, по сути, она отомстила родителям, лишив их внука, которого они любили. И то же самое сделала с вами. Друзья мои, но здесь есть еще одно уточнение. И никто об этом никуда не заявил? Родители не заявили, что ребенок... Ребенок, мать увела ребенка, что... Так а родители думали, что мама забрала его, и вот даже интересовали судьбой. Они думали, что мы живем с ним. Но я ощущаю, что отдать ребенка за деньги, то есть содержание ребенка требует денег, следовательно, избавляясь от ребенка, ты богатеешь на глазах, потому что тебе не нужно на это тратиться. Возможно, то есть я ощущаю эмоции, мотив финансы. Я не хочу на это тратить деньги. Я хочу другую жизнь. Родители, они как часто к вам приезжали за то время, пока... Они вообще ни разу не приезжали. Ни разу не приезжали. Они с ней в большой ссоре. Они с ней в большой ссоре. По поводу чего это ссора? Она была три года в розыске. Она когда ушла, она была три года в розыске. Что типа или опекунство хотели они оформить над этим ребенком, или что-то такое. И вот полтора года они не знали, где она. И потом опять же она исчезает до тех пор, покуда ее не нашли у меня. Почему вы не забили тревогу, что мать женщина, ну вот мать... Ну так Сережа день и ночь работает, чистит колоссы. Нет, подождите, бросила ребенка под дверью детдома и не ищет его. Ну в принципе это не мой ребенок, понимаете? Ну вас не... Вы понимаете, вот этот подход это не мой ребенок. Вот он, к сожалению, и оборачивается такими ситуациями. Если женщине или мужчине плевать на своего ребенка, партнер должен задуматься, что ему плевать в принципе на любых своих детей. Хоть от вас, хоть не от вас, понимаете? Сергей, вас должно было насторожить то, как отнеслась ваша жена к своему сыну. Данной ситуации можно было бы избежать, если бы вовремя, например, вы, Сергей, либо родители Инны обратили внимание на то, где находится ребенок, ее первый ребенок. Несомненно. И тогда, прояснив эту ситуацию, вполне возможно, что-то бы изменилось. Просто все сходило с рук. Главное, на все шпингалеты закрыть дверочки и все свои тайны оставить за своими замками. Игра под названием «Жизнь» по моим правилам. Она сама поставила правила своей жизни. Она перезагружала эти программы. Когда ей все начинала надоедать, с тем поругалась, с этим мужем жить не буду. Все, уничтожаю, зачищаю эту программу. Меняю место поселения. Новая жизнь, новая я, никто вопросов мне задавать не будет. Маниакальность определенная. Люди добрые, страшно об этом подумать. Наверное, для того и эта передача, для того, чтобы люди понимали, каждый за каждого ответствует. Если ребенок ничего не может сделать с поступками собственной матери, то надо как-то быть неравнодушными. Ну, дай Бог вам сил пройти через все это. К огромному сожалению, у вас не стало дочери, но у нас у всех стал ангелочек на небе новый, к которому мы теперь сможем обращаться. Дай Бог вам остаться человеком, каким вы и являетесь. А вы живите своей жизнью ради ангелочка, который на вас смотрит сверху, и ради того, кому вы сможете дать любовь здесь, на этой земле. Вот это единственное, что я хочу вам сказать силам. Спасибо. Вы смотрели «Один за всех». С вами был Дмитрий Карпачев. Увидимся через неделю на канале СТД. Я сидела всю передачу, зря не сказала, сидела и думала, почему Божия дает детей ей и не дает тем, кому хоть хотят. Искусственное оплодотворение и все, все, все. Ну, как это так? И муж зарабатывает, несет деньги в дом. Это очень сложный вопрос. Мне она напоминает... Первый-то ребенок тоже проблематично. Куда он делся? Да, да. Но, Дима, он жил с чудовищем. Да. Но подождите, а вам не напоминает эта Инна, вот эту девочку, которая у нас была, которая хотела на родителей в суд подать? А я был на этой передачи, да? Ну, это же более усугубленный случай. Тот же вариант. Она для того, чтобы причинить зло другим, она готова на все. Вот если кто-то делает не так, как она хочет, она этому человеку мстит. Самое главное, чтобы они ее не признали невменяемой. Ну, она все осознанно делает. Нет, она вменяема 100%. Сейчас будет мотив. Она осознанно сделала. Ну, вот мотивом будет месть. Месть ему за то, что он деньги ей не дал. Как она могла поедать? Нет, написать... Вот смотрите, нашло. Письмо написала, написала осознанно. Ребеночка одела, задушила, поехала, сняла денежки, искала... Искала квартирку для суицида. Так комфортненько, значит. Я думаю, что на теле ребенка нашли. Она же вряд ли оделала перчатки. Нашли отпечатки пальцев ее на теле. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова